ну естественно конечно проигрывать всегда очень приятно но в любом случае зашел в раздевалку поблагодарил ребят за проделанную работу да сегодня может быть у нас были определенные ошибки я имею ввиду в техническом исполнении да но сейчас как тот вырисовывается тот определенный может быть потенциал игроков вот на который мы хотим обратить внимание были конечно неплохие хорошие подходы могли забить не использовали те моменты которые у нас были вот ну и сегодняшнем матче на мой взгляд тут не хватало той последней передачи где будут действительно исполнить те моменты превратите в голы потому что все-таки достаточно такие подходы были вот но повторяю не смогли забить пропустили гол на мой взгляд конечно там посмотрим разберем вот где были допущены ошибки и постараемся это как бы в дальнейшем реабилитироваться реабилитироваться потому что еще раз повторяю ребята должны четко понимать и я вместе с ними что нужно дальше работать работать и работать только в этом я вижу какой-то определенный прогресс потому что без работы без хорошего анализа в дальнейшем будет так на возле достаточно сложно играть с каждым соперником но в любом случае еще раз я говорю то что они сегодня старались у меня к ним вопросов нет бились повторяю не смогли забить и вот в этом плане нам нужно еще поработать и по моему еще один момент но это же к нам вопрос к тренером мы возможно нужно как-то видоизменять в тактическом плане нашу игру но повторяю у нас просто сейчас времени нет вот этот перелет был достаточно сложный естественно поле очень такое тяжелое но здесь никаких наверное каких-то какой-то снисходительности в при в профессиональном плане делать не стоит еще раз повторяю я уже сказал мы все вместе проиграли выиграли только вперед и только работать дальше вопрос томская команда впервые играла по схеме пять защитников весной были было ли это для вас сюрпризом и вообще-то как-то удивило вас чем-то или все как ну то же самое да мы предполагали любая схема во первых она трансформируется вот и они играли также зеркально как и мы в этой схеме играем повторяю здесь именно вот на таком качестве скажем так поле газона такие погодные условия поэтому здесь в первую очередь на мой взгляд это физическое состояние играет огромную роль борьба вот тот кто выиграл единоборство тот и наверное выигрывает матч но в любом случае я хочу сказать что игра была равная абсолютно да и здесь конечно мы вот тот момент который упустили он наверное был у них один возможно может быть там было несколько два-три тоже у томи хороших подхода вот но наверное их и турнирное положение заставляет вот но повторяю и нас тоже обязательно должно турнирное положение волновать и я буду стараться это все-таки доносить до ребят но в любом случае у меня таких претензий нет по отдаче ребят по настрою но есть вот определенные проблемы которые мы должны в исполнительском мастерстве те которые моменты создаем забивать и превращать их голы но также хотел бы отметить что команда после матча подошла поблагодарили болельщик которые прилетели это очень важный тоже для нас момент повторяю еще работаю очень очень много предстоит для нас потому что фанель это очень сложный турнир здесь каждая команда может играть каждый кто проигрывает на мой взгляд вот сейчас на таких полях единоборства тот наверное каких-то эпизодах и может быть проиграет матч но повторяю у нас все впереди мы должны работать и дальше идти с высоко поинтой головы несколько деталей по матчу сегодня было одно изменение в старте каплиенко вышел вместо прошкина но так получилось что примерно после 30 минуты такая обратная замена произошла как себя саша чувствует что с ним получилось если какая-то информация но каплиенко да ему судья здесь стоял бы кого я не знаю как он не видел как он мне объяснил я у него поинтересовался он сказал я не видел этот эпизод но ему сломали нос у него кровь и естественно со сломанным носом но дальше продолжать он не смог поэтому была вынужденная замена скажем так мы рассчитывали в этом плане что у нас каплиенко поможет но вот такую травму он получил конечно мы ему сейчас желаем здоровья прежде всего и самое главное чтобы он быстрее восстановился но это уже все будет зависит от тех консультаций с доктором и так далее но по первой информации у него по моему сломан нос сколько это будет длиться мы сегодня сейчас выясним это все еще немного по заменам денис болонюк вышел вместо игоря лебеденко и моменты у него были он очень много нагнетал пытался создать обострял дриблингом довольны ли его игрой и по заменам на последние 10 минут когда сразу ну можно сказать тройная замена да сначала двое потом еще вышел кравчук вместе с киртановым и отдай вам насколько это усилило давление на ворот таме и ну да в конце мы старались потому что когда проиграешь нужно какое-то давление создавать и мы в этом плане выпустили быстрых игроков которые возможно индивидуально там как-то могли обострить эту игру и в конце вы видели если у нас был очень хороший момент мы попали в штангу и вот этот не забили мяч потом несколько таких тоже хороших подкодов было но повторяю вот именно те моменты превратить в голы нам в сегодняшнем матче не удалось поэтому очень много предстоит работы а то что заметны мы замены были мы хотели просто усилить давление потому что на таком поле очень сложно разыграть какие-то хорошие комбинации и вот поэтому за счет от каких-то может быть нестандартных индивидуальных действий вот этих футболистов мы хотели вот их скажем так создать определенное давление на каждом участке поля но конечно уже было сложно томь все практически команды опустились назад отбивались но для них это конечно победа тоже очень была важна поэтому здесь в этом плане еще раз повторяю нам присоет очень очень много работы и вот я бы так сказал но ни в коем случае у меня нет никаких претензий если может быть какие-то претензии то они только могут адресованы быть ко мне заключительный вопрос он скорее от болельщиков они интересуются почему не прилетели в томска данила козлов и астемир гордюшенко я знаю что причины разные могли бы как-то детализировать но у козлова трагедия в семье и его отпустили на у него умер дедушка вот и в этом как бы состоянии он должен быть с родными и близкими поэтому мы пошли ему на встречу я ему звонил он за это поблагодарил я прекрасно понимаю есть спорт а есть жизнь и он на данный момент должен быть с родными в этом плане то что он не полетел то что не полетел гордюшенко мы хотим сейчас немножко видоизменить те игроки которые у нас не получают практику мы хотим чтобы это знать как раньше было в советские времена они получали практику во второй команде потому что игровой тонус необходим если игрок прилетает он не играет он тренируется и он теряет этот игровой тонус поэтому мы хотим чтобы как больше игроков которые не получали здесь практику они получали ее во второй команде играли за вторую команду торпеды и тогда только они уже будут приходить на тренировку и если допустим выходить на замену они уже будут в тонусе Поэтому вот в этом плане мы сейчас немножко вот это видоизменили. Как это пойдет на пользу или нет, я думаю, да, потому что мы объяснили игрокам, ребята, вы должны играть. Ну, играют 11 человек, выпускают на замену. У нас там, если 22 человека, то те, кто не попадает, допустим, не вышел на футбольное поле, он должен где-то получать игровую практику. Вот мы сейчас в этом плане работаем, вот в этом направлении, чтобы второй команде эти ребята, которые не играют, получали вот ту необходимую, что есть в футболе, тонус игровой и практику.